Эстетическое воспитание ребенка необходимо начинать с малых лет. И подобные мастер-классы создают хорошие условия для развития личности. Педагог Елена Сухинина с вниманием относится к каждому ребенку и старается найти индивидуальный подход. Ребята проникаются доверием к мастеру и погружаются в творческий процесс. Развитие моторики, мышления, внимания укрепляют мускулатуру пальчиков. Он у нас находится на кончиках пальцев. Поэтому все, что мы делаем руками, приводит к нашему развитию умственному непосредственно. В этот день мастер-класс был посвящен работе с фольгой и соленым тестом. Уделяя особое внимание деталям, ребята создавали себе нового друга-голубя. Отличительной чертой подобных встреч является дружественная атмосфера. Арина Каневская здесь частый гость. Рассказала, что человек она общительный и всегда заводит новые знакомства. А приобретенные умения продолжает совершенствовать дома. Сначала слепила голубя, а теперь я пытаюсь делать балерину. Если я дома успею сделать, то я сделаю еще что-нибудь к ней. Там сцену попробую. В финале встречи ребята делились своими работами друг с другом, а довольные родители делали фотографии на память. Дети стараются не пропускать занятия. Для многих эти встречи стали доброй семейной традицией. Вместе с ребятами приходят не только мамы, но и папы, для которых важно развитие их ребенка. Я старше по детям. Нравится рисование, какое-то творчество. Очень положительные впечатления. И действительно, эмоции от встречи только самые приятные. Видновская библиотека давно уже превратилась в настоящий семейный досуговый центр. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.